МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуска. Нужно, чтобы на ранней стадии определять вот эту заболеваемость. Рак не приговор. 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Сама мишень имеет диаметр, внутренний круг 8,5 сантиметров. Дистанция 300. На Сахалине прошли соревнования по снайперской стрельбе. Другого никогда не было в сердце. Ничего, никакого другого мужчины. Вместе всю жизнь в области стартовал прием заявок на награждение почетным знаком «Семья, любовь и верность». Мне запомнился иероглиф «Рот на ножках», «Старший брат». И все. Японский, корейский, китайский. Что общего для островных школьников провели фестиваль восточных языков. Как же делать свое дело на площадке? Прием, передача, атака, качество передачи. Главное быть командой стартовало первенство Сахалинской области по волейболу. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Для Сахалина эта тема очень актуальна. Областной онкодиспансер сегодня оснащен по последнему слову техники. Специалисты работают практически со всеми видами опухолей, проводят сложнейшие операции и возвращают к привычной жизни сотни сахалинцев ежегодно. Убедился в доступности и качестве медицинских услуг и губернатор региона. Ну, во-первых, нужно, чтобы на ранней стадии определять вот эту заболеваемость. И сразу хочу сказать, что мы увеличили диспансеризацию. В этом году была рекордная диспансеризация, то есть перевыполнили план. И развернули работу по группам риска. Прежде всего мы сделали чекап для жителей Сахалинской области 65+. В онкодиспансере работают более пяти сотен сотрудников. Среди врачей не только молодые специалисты, но и опытные доктора, есть и кандидаты медицинских наук. В учреждении открыто девять стационарных подразделений, поликлиника и диагностические отделения, оснащенные дорогостоящими аппаратами и медикаментами. Сейчас в области онкологическое лечение проходит почти 15 тысяч человек. На полигоне в селе Троицком прошли соревнования по снайперской стрельбе. С дистанцией в 300 метров нужно было попасть из винтовки с оптическим прицелом в яблочко-мишени. В выборе оружия участников не ограничивали. Среди винтовок как классические СВД, так и гражданские импортные образцы для высокоточной стрельбы. Траекторию снайперской пули проследил Евгений Ханьков. В соревнованиях по спортивной снайперской стрельбе принимают участие как гражданские стрелки со своим личным оружием, так и снайперы спецподразделений МВД и 68-го армейского корпуса со своими штатными винтовками. Армейский снайпер Андрей, по понятным причинам мы не называем его фамилию, занял позицию на огневом рубеже до мишени 300 метров. Вообще такое расстояние считается полицейским. То есть на таких дистанциях в основном работают снайперы СОБРа и ОМОНа. Перед выстрелом нужно задержать дыхание и плавно нажать спусковой крючок, выбрав момент между двумя ударами сердца. Армейцы привыкли к гораздо большим расстояниям до цели. Классика жанра – СВД, хотя, конечно, она уже устарела. У Андрея десантный вариант винтовки Драгунова. Винтовка СВД, СВДС, калибр 7,62, на 300 метров отлично работает. Ну, для такой винтовки 800 метров. 600-800 метров. Ну, по ТТХ 1200 с прицелом. А вот гражданские стрелки оружие покупают себе сами. У Александра Богатырева итальянская винтовка. Удовольствие очень дорогостоящее. Чтобы купить снайперское оружие со всеми приспособлениями, то самый бюджетный вариант обойдется примерно в 300 тысяч рублей. Калибр Александра – 6,5 миллиметра. Стрелок предпочитает финские патроны «Лапоа» – «Магнум». Запретов нет. У нас, как вы видите, сегодня представитель 68-го армейского корпуса. У них калибр 7,62х54Р. Иностранные винтовки, которые на руках у гражданских стрелков, там, естественно, калибры отличаются и калибры другие. Стрелок сам себе подбирает калибр, с которого ему комфортно стрелять. После 300 метров пошли дистанции почти пистолетные – 150 и 100 метров. Но на таких расстояниях и яблочко у мишени меньше. Интересно, что до 2014 года у россиян пользовались популярностью оптические прицелы американской фирмы «Найтфорс». После введения санкций о них пришлось забыть. Этим воспользовались отечественные компании и сейчас в нашей стране выпускают прицелы качеством не хуже и при этом дешевле. Первое место в соревнованиях занял представитель погрануправления ФСБ России. Вторым стал гражданский стрелок-любитель и замкнул тройку призеров – снайпер Сахалинского СОБРа. Евгений Коньков, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут принять участие в серии игр «Метро времени». Презентацию «Геоквест» провели для журналистов на одной из локаций гостиницы «Мегаполас-отель». За каждой из станций закреплена достопримечательность города, ее история и смотритель. Как только человек приближается к точке в реальности, на экране в приложении появляется смотритель станции и предлагает пройти задание. Участники пресс-конференции на несколько минут погрузились в интерактивную игру, испытав себя и свои знания про родной край. В 2022 году запланирован цикл игр «Метро времени», приуроченных к 75-летию Сахалинской области. Министерство туризма совместно со своими партнерами, непосредственно с субъектами туристической отрасли, будет поддерживать 10 таких игр в течение всего года. Первые три игры мы анонсируем уже сегодня. Первые три игры. Первая игра будет приурочена к Дню Святого Валентина. Игра для парочек стартует 6 февраля, закончится квест 11-го, а накануне самого праздника объявят победителей. Следующие два захода будут приурочены к 23 февраля и 8 марта. Каждого из участников ждет приз от партнеров игры. Самые долговечные семьи Сахалинской области наградят почетными знаками. На получение награды могут претендовать супруги, прожившие в браке не менее 50 лет и достойно воспитавшие двух и более детей. Вместе со знаком «Семья, любовь и верность» их ждет денежная выплата в 25 тысяч рублей. Подробнее расскажет мой коллега Владимир Ильен. Спустя 75 лет супруги Фомины с трепетом вспоминают момент знакомства. Новая ученица поселковой школы сразу привлекла внимание одноклассников. Не исключением стал и будущий супруг. У нее была красивая коса, значит, блондинка. Этой косой привязывали ее к задней парке, когда ее сбрасывали. Иван и Галина родом из Свердловской области. После школы поступили в разные институты. Освоив специальность биолога, Галина отправилась в Сибирь по распределению. Будущий супруг решил посвятить себя угольной промышленности. Молодой инженер задумался о карьере на Сахалине. Когда пришла пора прощаться, поняли, что любят друг друга. Однако решение было принято, пути разошлись. На следующий день я ее провожал на поезд. Там проводили. Она, так сказать, окончательно все-таки хотела поставить точку. Слезла, значит, из вагона вышла. Подошла, обняла, поцеловала. Я помню это. И с этим уехала. Сказала, что мы больше никогда не увидимся. Расстояние любви не помеха. Уже спустя несколько месяцев Иван Фомин приехал за будущей женой в Сибирь. А после свадьба, переезд на Сахалин и 65 лет семейной жизни. Два сына, внуки, правнуки, ордена за трудовые заслуги, любовь и верность. Я не знаю, это сложно сказать. Ну вот другого никогда не было в сердце. Ничего, никакого другого мужчины. Хотя многие ухаживали за мной, старались ухаживать. Ну у меня вот был один, и все, что в сердце больше не было никого. И кроме моих мальчиков еще. Сыновей. Уже второй год в островном регионе такие семьи поощряют специальной премией. Супругов, проживших в браке более 50 лет, награждают памятным знаком и единовременной выплатой. Обязательным условием является наличие двух детей и безупречная репутация. Одним из требований является, ну и соответственно подтверждением, является справка об отсутствии судимости претендентов, то есть супругов и их детей. Ну и соответственно характеристики на детей, которые подтверждают достойное воспитание этих детей. Вот в прошлом году таким знаком у нас награждено 200 супружеских пар. В этом году на премию выдвинули более 80 семей из разных муниципалитетов. Прием документов продлится до 1 марта. Подать заявку можно в отделении социальной защиты по месту жительства. Владимир Ильин, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. В региональном правительстве наградили победителей конкурса эмблем и девизов, приуроченного к 75-летию образования Сахалинской области. Дипломы и денежные премии островитянам вручил губернатор Валерий Лемаренко. В номинации эмблема лучше оказалась работа сотрудника Краевического музея Олега Брэнсона. Лауреатом стал Олег Мараков. Первенство среди девизов забрала сотрудник Центра социального обслуживания населения Сахалинской области Ольга Киселева. Лауреат Алена Рашкевичус. Также в обеих категориях лауреатом признан Валентин Остали. Всего в соревновании приняли участие 60 работ. Их оценили более 3000 жителей области. Для меня было и для моих коллег очень приятно, когда мы узнали, что победитель – это сотрудник Краевического музея Олег Борисович Брэнчан. И мы гордимся тем, что его выбрали сахалинцы. Олег Борисович создал эмблему. И мне кажется, там сложилась и все. И цифра, и наша любовь к региону. И визуально это очень приятно смотрится. Вот такая и сила, и нежность. Вот все вместе. Поэтому, наверное, и оценили именно вот это сочетание в его работе. Работы победителей будут использовать в течение текущего года на всех значимых региональных мероприятиях. И возвращаясь к теме онкологии, болезни можно победить только совместными усилиями врачей-диагностов, узкопрофильных хирургов, среднего медицинского персонала и, конечно, большую роль играет настрой самого пациента. Об этом нам рассказал главный врач областного онкодиспансера Сергей Старцев. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Сергей Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня день борьбы с онкологическими заболеваниями. Какова ситуация с этой проблемой в нашем регионе? Есть ли положительная динамика в плане выявления заболеваний на ранних стадиях? Да, сегодня праздник у онкологов, день борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире. Но так, если говорить о заболеваемости, то она ничем не отличается от заболеваемости по всей стране. Но в связи с тем, что у нас каждый год идет отток населения, тысячи больше человек, а покидают наш остров в основном молодые люди, которые уезжают на материк, то население Сахалинской области стоит. А так как пик заболеваемости онкологическими заболеваниями приходит на возраст от 60 до 70 лет, то поэтому из расчета на 100 тысяч населения заболеваемость каждый год чуть увеличивается. Больше ли стало случаев полного выздоровления, и что главным образом влияет на исход лечения, настрой больного, работа команды врачей или что-то еще? Онкология не стоит на месте. С каждым годом появляются новые химиопрепараты, новые методы лечения, новые подходы к различным злокачественным опухолям. Во-первых, сейчас полностью можно разложить по полочкам само заболевание, из каких клеток оно состоит, как на эти клетки воздействовать. Поэтому сейчас продолжительность жизни, пятилетняя выживаемость при злокачественных образованиях, она увеличивается с каждым годом. Это во-первых. Во-вторых, доктора онкологического диспансера постоянно проходят учебу, выезжают в центральные базы Российской Федерации, где они набираются опыта, подхода к больным, к лечению. И сейчас, на данный момент, наш онкологический диспансер оказывает все виды лечения, необходимые при онкологических заболеваниях. Ну, конечно, это командный подход, команда онкодиспансера молодая, все доктора полный сил, энергии, знаний. Это очень перспективная команда. Вот к вопросу об учебе специалистов. К нам в последнее время в регион приезжают столичные врачи, которые проводят обучение для наших местных специалистов. Насколько это важно для нас, и как это сказывается на общих показателях? У нас в 2021 году, в сентябре месяце, сначала приезжала команда с имени Герцена, это один из ведущих наших центров, наших учителей. Они остались довольны нашим онкодиспансером. И вслед за ним, буквально недели через две, приезжала команда из центра Блохина, которая является нашими же кураторами. Они провели аудит работы нашего онкодиспансера и тоже остались довольны. У нас, в принципе, онкологический диспансер считается самым ведущим на Дальнем Востоке. Как говорят, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Что Вы посоветуете сегодня жителям региона в целях профилактики? В целях профилактики. Как я много раз говорил, и говорят все, что онкологическое заболевание коварно тем, что на ранних стадиях она не подает никаких признаков. То есть нет ни жалоб, никаких симптомов. Поэтому, в принципе, для выявления заболеваний, онкологических, сердечно-сосудистых, в Российской Федерации введена диспансеризация. Сейчас на первое место вырывается рак ободочной кишки и желудка. Это прежде всего должны быть эндоскопические исследования, фиброгастроскопии, колоноскопии. Потому что основной вид рака желудочно-кишечного тракта возникает из полипов. Поэтому своевременная диагностика полипов и их удаление может сократить, не может, а сократить заболеваемость и развитие раковых заболеваний. Мы на сегодняшний день, за 21 год, мы показатели по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях выполнили, перевыполнили план пятилетней выживаемости. Но назад нас оттаскивает третья-четвертая стадия. Расскажите, каким образом сегодня осуществляется финансирование онкобольных в Сахалинской области? Финансирование онкологической службы Сахалинской области я считаю, идет на высшем уровне. У нас нет потребности ни в каких химиопрепаратов, потому что закупается все. Закупается все новейшее. Область еще дополнительно выделяет финансы на приобретение лекарств, которые еще не зарегистрированы в Российской Федерации, но рекомендуется в клинических справочниках. Сергей Станиславович, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. Мне запомнился иероглиф «Рот на ножках», «Старший брат». И все. Японский, корейский, китайский. Что общего для школьников Южно-Сахалинска провели фестиваль восточных языков. Каждый делает свое дело на площадке. Прием, передача, атака, качество передачи. Главное быть командой стартовало первенство Сахалинской области по волейболу. В Сахалинской области для людей, страдающих от домашнего насилия, предоставляется социальная помощь. В случаях угрозы жизни и здоровью, домашнего насилия и побоев специалисты Центра социального обслуживания рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно. Квалифицированные психологи и юристы окажут социальную и правовую поддержку. При необходимости помогут оформить документы в суд. Женщинам с детьми и будущим мамам, которым угрожает опасность, в том числе пострадавшим от бытового насилия, предоставят временное убежище в Доме милосердия благотворительного фонда «Радость жизни». Подробную информацию о помощи в трудной жизненной ситуации можно получить в Министерстве социальной защиты Сахалинской области. Школа в селе Таранайб завелась собственным автобусом. Транспорт закупили в рамках региональной программы развития и образования в Сахалинской области. Полноприводное авто на 15 мест оборудовано системой слежения ГЛОНАСС и необходимыми трехточечными ремнями безопасности. В основном «Газель» необходима для перевозки учеников из села Зеленодольск. «Обучающиеся, их бывает всегда каждый учебный год по нескольку человек, для них всегда, ну, скажем так, затруднена дорога, она выходит больше времени к месту обучения и обратно. Мы, конечно, своими силами находили возможность, чтобы помочь ребятам, но самый лучший и безопасный, самый, главное, безопасный выход из этой ситуации был свой собственный школьный автобус». Кроме этого, автобус необходим школе, чтобы участвовать в различных культурных и образовательных мероприятиях, которые проходят в других муниципалитетах. Администрация учреждения уже нашла водителя. Потребность в собственном транспорте была давно. Детей возили родители или просили знакомых. В ближайшие месяцы «Газели» закупят и для других сел. Например, в «Огоньках» более 20 детей сейчас ездят в школу самостоятельно. Собрать из пяти иероглифов один и сделать его описание. Такое задание получили дети в Восточной гимназии Южно-Сахалинска после мастер-класса. Все они приняли участие в фестивале восточных языков. Мероприятие с 2015 года собирает школьников, которые интересуются культурой Японии, Кореи и Китая. В этом году оно прошло в дистанционном формате. В фестивале приняли участие около ста школьников со всего Сахалина. Подробности далее. На связи со школьниками Ольга Шашкина преподаватель японского языка рассказывает о иероглифах и их происхождении. Каждый имеет свою уникальную историю создания, значений и особенностей написания. Согласно восточной философии если иероглифы, которые обозначают женщину и ребенка объединить в один получится новый иероглиф «любить». Если же знак ребенка нарисовать рядом со знаком здания и добавить туда иероглиф руки и держащий палку получится слово «обучать». Этот мастер-класс проходит в рамках фестиваля восточных языков. Дистанционная часть закончилась и сейчас дети выполняют практическое задание. Необходимо из пяти разных иероглифов составить одно слово и дать ему красивое описание. На выполнение этого задания у ребят 30 минут работают в команде. Мы взяли за основу иероглифы драгоценности, книгу, бамбук, металл и огонь, да. У нас смысл, что прознание, то, что их никогда не утерешь, они, как сказать, железобетонные, они не сгорят даже в огне и пригодятся в жизни. Составляли иероглифы с помощью разных слов и составляли это все по смыслу. мне запомнился иероглиф «Рот на ножках». Старший брат. Фестиваль восточных языков уже второй год проходит в дистанционном формате. Направление у мероприятия разное, в том числе и танцевальное. Дети присылали нам работы своих танцевальных номеров и мы передавали их для оценки уже членам жюри. Благодаря дистанционке участников стало больше, причем значительно. В этом году их более ста. Присоединились удаленные районы, из которых ребятам было проблематично приезжать в областной центр. По английскому языку традиционно много различных мероприятий в Южно-Сахалинске и по области, а вот восточные языки были охвачены достаточно скромно. Поэтому в 2016 году мы, скажем так, родили идею в фестивале, а на сегодняшний день мы охватываем уже почти все районы. Сейчас педагоги и дети готовятся к следующему мероприятию. В конце февраля гимназия «Сверстник Сахалинской области» отметит 75-летний юбилей. Мария Кондюс, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ. Жителям островного региона доступны новые возможности карты Сахалинца. Партнер проекта «Туристическая компания» предлагает островитянам экскурсии на снегоходах в труднодоступные уникальные места мысы Великана и Стафия. Бухту Тихо теперь могут посетить все желающие в любой день недели. В одном из ярких природных уголков побывала наш корреспондент Ольга Артемова. Путь до уникального живописного места Сахалина пролегает через Охотское, до мыса свободный. После добраться до побережья Великана возможно только на снегоходах. Два часа на снегоходах и вот мы видим потрясающую сахалинскую красоту. Мыс Великана находится чуть дальше. К сожалению, пушущее море нам не позволило подойти к нему ближе. Но тем не менее, мы очень довольны, потому что вокруг очень и очень красивые виды. Вдоль побережья раскинулись роскошные гроты. Каменные исполины украшают уютные бухты, берега которых упираются в скалы. Уникальные пещеры, арки и столбы давно привлекают любителей сфотографироваться. Такие снимки впишутся как в семейный альбом, так и электронный паблик для туристов. Были запланированы определенные ракурсы, определенные сценарии и получилось очень здорово. Несмотря на то, что здесь достаточно ветрено, вид шикарный. Просто я первый раз на мысе Великан зимой и я в восторге. Я в восторге от природы, я в восторге от погоды, от людей рядом. Все круто. История мыса Великан несет в себе две версии своего происхождения. Согласно первой, название месту дал Иван Кузенштерн. На корабле «Надежда» он исследовал юго-восточное побережье Сахалина. Путешественник был восхищен величием скал. Из другого источника следует, что имя произошло от трансформации японского слова «уэрикан». Так это место назвали японцы во время оккупации юга острова. С 90-х годов мысу Великан присвоено звание памятника природы. Сегодня этот природный уголок входит в топ-лист популярных туристических маршрутов, уступая лишь маяку Анива. Не надо бояться того, что Сахалин находится очень далеко. На самом деле все очень доступно, инфраструктура становится с каждым годом все лучше и лучше. И те возможности, которые открываются в туризме, они, конечно же, здесь очень большие и классные. Конечно же, сила океана она всегда притягивает и ты заряжаешься большой энергией. Проводниками зимнего путешествия выступают опытные инструкторы. Природа Сахалина как дарит свое великолепие, так и скрывает определенные опасности. Безопасность прежде всего. Туры проводят только в благоприятную погоду. Вот сами видели, да, нашу прошедшую метель. В такую погоду, естественно, мы не катаем. И после такой метели образуются большие переметы, сугробы, непроходимые места. Да, в таком случае мы сами едем бить трассу, бьем трассу и только после этого берем с собой туристов, потому что, ну, по переметам ездить небезопасно, особенно на высоких участках, там, где перевал и откосные такие скалы. Огромные сосульки, свисающие, словно хрусталь, с каменных глыб, дрейфующие в морской воде льдины и замерзшие водопады. Такие фрагменты сегодня вызывают неподдельный восторг у маленьких и взрослых гостей побережья. В зимней экскурсии, в том числе и в труднодоступные места, возможны в любой день недели. Чтобы оформить заявку, достаточно созвониться с менеджером компании. Номера телефонов указаны на официальном сайте и странице в Инстаграм. А для держателей карты Сахалинца есть еще и приятный бонус в виде скидки, воспользоваться которой могут все островитяне без возрастных ограничений. Предлагаю также снегоходные путешествия до мыса Евстафия и бухты Тихая. Отправляясь на экскурсию, специалисты рекомендуют тепло одеваться, иметь защитную экипировку, легкий перекус и согревающий чай. Ольга Артемова, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. В предстоящую среду в Макарове стартует 18-й турнир по хоккею «Спорт против подворотни». На нем соберутся 10 дворовых команд старшей возрастной группы. Чемпионы районных и городских этапов. Ребята не занимаются в секциях спортивных школ, они оттачивают навыки по месту жительства на уличных коробках под руководством тренеров-общественников. В пятницу состоялась жеребьевка участников баталии разделили на две основные группы. Групповой этап продлится среда, четверг, пятница в городе Макарове. Это с 9 по 10 по 11 число. И в субботу полуфиналы и финал 18-го турнира дворовых команд «Спорт против подворотни». Поэтому будет интересно. У нас команды «Анива», «Долинск», «Макаров», «Ноглики», «Аха», «Паранайск», «Смирных», «Тымовск», «Хомский район», «Села Чехова» команды «Чеховские медведи» и «Южесахалинск». Главные матчи будут ежедневно проводить на открытой хоккейной площадке возле спортивной школы «Виктория». Среди тех, кто останется за чертой призера, впервые будут разыграны утешительные награды Кубок будущих чемпионов, Кубок надежды и Кубок мечты. В островной столице продолжается первенство области по волейболу. Мастерство у сетки демонстрируют юноши и девушки от 13 до 14 лет. На старт вышли рекордные 17 команд «Южно-Сахалинска», «Корсакова», «Углигорска», «Ноглик Ахей» впервые в соревнованиях принимает участие «Курильск». Несмотря на юный возраст спортсменов, матчи проходят довольно жестко. Игорь Антипов в этом убедился. Задача у юношей и девушек архисложная. Нужно показать всю свою боевую мощь на групповом этапе. Откуда по две лучшие сборные выйдут в полуфинал. Всех остальных ждут стыковые матчи за места с пятого по десятое. Некоторые команды уже играют по системе 5-1, то есть с одним связующим. Это довольно-таки неплохой уровень. Но некоторые команды играют с двумя, с тремя, с двумя связующими игроками. Пробиться в число счастливчиков, которые в нынешнем году представят Сахалин на зональном этапе первенства страны. У Курильска пока такой цели нет. Впервые в 21 веке ребята прибыли на официальный областной старт. Всего год мальчишки совершенствуют технические навыки. В этом им помогает молодой тренер Иван Панин. Из Ивановской области за романтикой рванул на край света. Партию можем выиграть, поэтому сейчас собраться задней линии. От вас мог сейчас зависеть. Нужен прием. Хорошо. Погнали. Работаем. Знаете, в шахматах есть такое правило, чтобы стать лучше, нужно играть с более сильным соперником. За этим мы здесь. В Центральной России там больше равнины. И всем знакомым рассказываю, что я живу. В одно окно у меня Охотское море, видно, берег Охотского моря, а в другое окно у меня вулкан Богдана Хмельницкого. Очень, очень живописный, мне очень нравится. Он хороший, добрый, нормально все рассказывает, показывается хорошо. Сложности к урильчанам сегодня решила создать дружина областной спортшколы по волейболу Сахалин-1. И, несмотря на это, гости отлично сопротивляются. Делают блок, приближаются к равнозначным цифрам, но все же немного не дожимают. 22-25, 18-25. Старший тренер Алексей Волков со своими победителями как всегда суров. Очки потеряю, не потому, что они забивают, а потому, что мы сами ошибаемся. Бери игру на себя. Просто делаем подачи на технику, атаки, просто сильные подачи подаем, потому что опыта мало. Южане взмокли, но сумели сделать перевес в свою пользу. 25-23. Общий счет по партиям 3-0. Кто же выйдет в победителей призеры, станет известно в воскресенье. Болельщики могут поддержать юных спортсменов в спорткомплексе на улице Горького, 7-3. Игорь Антипов, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Зимняя сказка для самых маленьких в Сахалинском театре кукол. Встреча Нового года по-восточному в областной научной библиотеке и, конечно, кинопремьеры. Как интересно, с пользой провести выходные, нам расскажет рубрика «Афиша» и ее ведущая Ксения Салабаева. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи. Впереди выходные, а это значит, что пора посвятить время себе. Если вы не можете определиться между стрельбой из лука и боулингом, то есть отличная альтернатива – стрельба по кеглям. Такие соревнования проходят в России, а иногда и перед классическими турнирами. Ну, а чем еще занять себя в свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша» и я, Ксения Салабаева. В Сахалинском театре кукол можно увидеть невероятную историю, которая случилась на самом деле. На опушке зимнего леса живут добрый лесничий и его маленькая дочурка. Под Новый год девочка загадывает желание. С этого момента в их обычной жизни начинают происходить удивительные события. И самая обычная история превращается в волшебную сказку. 5 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет интерактивная праздничная программа «Встречаем Восточный Новый год». Гостям вечера расскажут интересные факты о народах, встречающих Новый год по лунному календарю. С творческими номерами выступят представители Корейского культурного центра «Сахалинские корейцы», «Алтайской культуры», «Бурятского землячества» «Байкал». Также все желающие смогут поиграть в национальные игры Кореи и Бурятии. Для любителей психологического арт-хауса с элементами мистики на больших экранах стартовал фильм «Паранормальные». Семья 9-летней Иды переезжает. Гуляя во дворе, девочка знакомится с соседским мальчиком Беном и девочкой Аишей. Дети обнаруживают, что обладают сверхъестественными способностями. И пока взрослые не видят, они исследуют свои умения. Однако вскоре невинная игра принимает неожиданный оборот, провоцируя странные и мрачные события. Мамочка! Не будь такой! Мама, стой! Проведите выходные так, чтобы действительно отдохнуть. С афишей ознакомила Ксения Солобаева. До встречи! В Сахалинской области для людей, страдающих от домашнего насилия, предоставляется социальная помощь. В случаях угрозы жизни и здоровью, домашнего насилия и побоев специалисты Центра социального обслуживания рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно. Квалифицированные психологи и юристы окажут социальную и правовую поддержку. При необходимости помогут оформить документы в суд. Женщинам с детьми и будущим мамам, которым угрожает опасность, в том числе пострадавшим от бытового насилия, предоставят временное убежище в Доме милосердия благотворительного фонда «Радость жизни». Подробную информацию о помощи в трудной жизненной ситуации можно получить в Министерстве социальной защиты Сахалинской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин